Основные тренировки, которые проходят в сезоне, они направлены на поддержание силовых и мощностных способностей хоккеистов. Потому что вся работа направлена на кондиции, она происходит на льду, достаточно большое количество игр, плотный график. И вся работа вне льда направлена на улучшение их восстановления, профилактику травматизма и, опять же, на поддержание силовых и мощностных способностей. Все в порядке. За то время, даже когда мы проигрывали, в принципе, физическое состояние, может быть, было не лучше, но, по крайней мере, плохим оно за этот сезон еще ни разу не было. Мы смотрим прежде всего на свою игру. Мы разбираем соперника, разбираем его сильные стороны, стараемся показать какие-то слабые места. Но прежде всего мы играем от своей игры, стараемся играть агрессивно, стараемся играть в прессинг, стараемся больше бросать, стараемся больше копать. Стили разные, да, согласен, Акбарс все-таки больше тяготеет к обороне, а вот мы больше к атаке. Постараемся, чтобы наш стиль победил. Не секрет, что любые спортсмены, не только хоккеисты, да, любят работать не в тишине, а под какую-то музыку. У каждого есть свои предпочтения. У меня они тоже есть свои, мне нравится разнообразная музыка, начиная от рока, танцевальная, какая-то популярная музыка и рэп. То есть я, в принципе, набираю то, что нравится, смотрю на реакцию спортсменов. Там пару раз, когда мне сказали что-то переключить, я понял, что кто-то что-то где-то не заходит. Из того, что заходит, просто набираю большое количество музыки и это все подряд. У меня порядка, на данный момент, 186 или 188 треков, которые время от времени меняются и все время идут во время тренировочного процесса, не льда. Все классно, все сыпем, уже обезжает. В хоккей играют люди, а не фамилии. Поэтому то, что у них более звездный состав, это ни о чем не говорит. У нас есть хорошая молодежь, перспективная молодежь, поэтому для них нету авторитетов. И надеюсь, все наши ребята выйдут единым кулаком играть против хорошего соперника. Их именитые на наши именитые. Посмотрим, чем кончится. Добрый, уважаемые люди, и я сегодня на дню парень, и на луку состоит матч. Братаконберг, чемпионат, чемпионат России, чемпионат России, по-другому сезону, в величем развитии 2014-го годов. Встречаются к оборудованию. Мет-то, ну, паркингроз, как вас сказали. Хорошая игра. Я думаю, очень солидно сыграли. И в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве, и вратарь здорово подтащил нас где-то в нужные моменты. За шайбу Кошелев. Отличный пас Джонсону. Бросок. Гол! Люк Джонсон открывает счет в этой встрече в концовке второго периода. Хозяева впереди. 1-0. Это было отличное игроком Кошелеву. Просто мне в центре. Я был открытый спейс, и я просто пытался поставить на ноту. Скарпов. Сколько клюшек у Акбарца сломалось. Максима, это гол! Великолепное попадание Максима Карпова и 2-0. Нет, я сегодня сразу ребятам перед игрой сказал, чтобы не отвечали на провокацию, что надо играть в хоккей. Мы же играем в хоккей, где забиваются голы. И выигрывает тот, кто больше забил. Ну, я не скажу, что она грязная. Там, наверное, такие нелепые ошибки. Там Свечников какой-то непонятный жест сделал головой. И я говорю, хорошо сыграли. В большинстве сумели наказать их за их ошибки. И сегодня игра была уровня плей-офф, я думаю. Три минуты отдыхал. Сил полно. Побежали вперед с Карповым и Зерновым. Оффсайда нет. Зернов шайбой. Передача. Карпов. Какой пас! Какой гол! Что они сейчас сотворили? 3-0! Появился на площадке Коробкин. И гениальная передача Максима Карпова. 200-я передача в континентальной хоккейной лиге. И это просто хоккейный шедевр в исполнении этого хищного карпа. Да, это хороший матч для нас. Обычно играли хорошим командой, как Казан. Я думал, что мы были очень хорошими в защите. И играли против их топ-гай. И просто забывали время и space. Да, это хороший матч получился. Что с нашей стороны, что со стороны Казани. Хорошие, атакующие хоккей играли. Мы знаем, что у них хорошие мастеровитые игроки. Поэтому просто плотно с ними играть, не давать пространства. Вроде справились нормально. Хороший матч провели. Надеюсь, так же будем играть. Впечатления самые положительные. Я думаю, что сегодня идеальная игра была в нашем исполнении. У меня даже, наверное, гордость переполняет. Такое чувство тоже может быть. За игру. Потому что все, что тренировали, просили, отрабатывали. Сегодня просто в идеальном исполнении было. Единственная моментка, ошибка была, что мы получили удаление. Тут же второе. Но опять же, молодцы. Не дрогнули. Выстояли. Поэтому и болельщиков порадовали. Сегодня полные трибуны были. И сыграли идеально. Так что нас с победой. И мы счастливы.